Здравствуйте, меня зовут Михаил Фруслан, я ученик 2-го БАК-класса. Тема моей работы – таблица воображения. Завучивать таблицу умножения сложно и скучно, однако очень интересным оказалось ее изучать, искать не странные, необычные закономерности. Я попытался найти и объяснить такие закономерности, чтобы лучше понять и выучить таблицу умножения. Чтобы понимать и использовать математику, необходимо развитое воображение. Как сказал знаменитый немецкий математик Давид Гильберт, об одном из своих учеников, он стал поэтом. Для математики у него не хватало воображения. Целами моей работы были изучить и понять суть операции умножения чисел, научиться умножать чисел. Для достижения целей я поставил несколько задач, главный из которых выучить таблицу умножения. В Европе таблицу умножения называют таблицей Пифагора, однако нет достоверных свидетельств авторства древнегреческого математики. Старейшая из найденных таблиц умножения была создана в древнем Вавилоне. Четыре тысячи лет назад. Древние таблицы найдены в Индии, Китае и Японии. Можно предположить, что таблица создавалась независимо в разное время и в различных местах Земли. Проще всего представить себе число как количество некоторых предметов, например, палочек, пилочек или квадратиков. Тех таблицей умножения. В таблице умножения можно увидеть используя чисел для обозначения количества, также для номера со столбцов и строк. Сложение. Чтобы увидеть сложение, представляем числа, определенные количеством квадратиков, а их сложение к уменьшению количества квадратиков одного числа, можно складывать как разные числа, так и одинаковые, причем делать это несколько раз. А на обратное сложение одинаковых чисел есть операция умножения. Чтобы запорнить определение умножения, представляю себе как второе число указываем первым, сколько раз ему сложится. Умножение чисел очень удобно представить, например, прямоугольника. Размеры сторон такого прямоугольника соответствуют значению со множением. На результате умножение соответствует площадь прямоугольника. Коммунитивность умножения. Первое, на что я обратил внимание, зачем это умножить, это отражение числа, где мы нам. Поблица зеркальна отражается. Каждая числа по одну сторону, есть правильный изнес по другую сторону. Так работает перетеновочный закон умножения. От перетеновки со множением произведения не меняется. А почему этот закон работает? Нам могут увидеться те же прямоугольники. Для примера, представим прямоугольник со сторонами 3,6, и площадью 18, звезды трое прямоугольника со сторонами 6,3, и площадью его будет 2,18. Еще одно, что мы будем равны прямоугольник. То есть произведение 3 на 6, равно произведение 6 на 3. Квадратные числа. Если произведение можно поставить в виде прямоугольника, то должны быть такие произведения, которые представляются в виде квадрата. Это значит, что число должно быть обмножено само на себя. Числа, полученные в результате такого множения, называют квадратами. Например, 4 – это квадрат 2, 9 – квадрат 3. То есть в умножении квадрата расположены по диагонали на пересечении сроки столбцов с одинаковым значением. Квадрат без единиц. Очень интересная особенность, которую я обнаружу. По диагонали с собой в стороне каждого квадрата в лице располагаются числа, единица меньше него. Такие числа можно представить как квадрат без единицы. Эти числа получаются из-за какого-то числа, множество числа на 2 единицы больше. 1 – 3 на 5 или 4 на 6. Это может представить в виде прямоугольника, где одна сторона и 2 единицы больше другой. Если эти 2 единицы отделить, то станет квадрат. Одно из отделенных строк вертикально превышает к выделенному квадрату и получит новый квадрат без единицы в правом нижнем углу. То есть при умножении чисел и больше через одно получается квадратный слон, стоящий между ними без единицы. Я заметил, что в таблице представлены не все числа. Некоторых в этой таблице нет. Не считая первых строк есть строк ца. Например, там не найти 5, 7 или 11. Такие числа называют простыми. Их особенность в том, что их нельзя представить в виде квадратных других чисел без учета единицы. То есть никогда не получится прямоугольник целыми сторонами лошади, равные простому числу. Получится можно только столбить или строчка. Парк назначен, что мы живем в простом регионе. И число 59 просто один слон. И год моего рождения, 2011, тоже простой. И я это сам проверил. Разложение числа на множите. Также я заметил, что некоторые числа начинают отталкиваться в несколько раз, даже несмотря на отражение. Теоганарь. А 36 встречается в три раза с перестановкой. День на четыре, еще день на день. Можно разложить. Но почему? 6 на 6 то же самое. Число 36 непростое. А его можно представить в виде произведения двух чисел. Например, 6 на 6. Но 6 то уже непросточного. Представим, как произведение 3 на 2. А вот это уже простой чисел. Проделаем то же самое с 9 и 4. Девятка выставляет как 3 на 3, 4 как 2 на 2. И оказалось, что мы получили тоже много произведений чисел, но в другом порядке. Умножение на 9. Самая красивая строчка в таблице в движении 9. То, что в ней 90 увеличивается, а 11 уменьшается. Это легко объяснить. Заменивать 9 на 10 минус 1. Пробавляя 9, прибавляйте 90 и вычитайте 1. Это особенность связанных легких способов движения на 9. На пальцах. Положите руки перед собой. Понимаете, например, 5 пальц. Чтобы 9 умножить на 5. Количество пальцев слева от замкнутого покажет количество десятков 4, а количество пальцев справа покажет количество 5. 9 умножить на 5 равно 45. Заключение. Исследуя таблицу умножения, я изучил историю таблицы. Повторил понятия числа, сложения и умножения. Исследовал по рисунковым законам умножения. Познакомился с основными понятиями, такими как простые числа, и разложения на множители. Изучивали таблицу умножения, которая очень интересна занятия. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько это все выучили? А? За сколько все выучили? Я не знаю. Что же? За неделю цвета. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я обнаружил всякие юридические особенности, и мне стало интересно. Заключение. Спасибо.